Сумма муниципального контракта у нас 810 тысяч рублей. Муниципальный контракт у нас от начала марта заключен. Но, к великому сожалению, прогресса в плане исполнения муниципального контракта нормального у нас нет. Почему? Потому что начнем с подлогового документов. Сейчас это факт. То есть, те документы, которые были предложены нам, информация о том, что у них есть приют, оказались подложены. Наши специалисты выезжали в Красноярск по адресу, который был заявлен, нашли там мясной магазин. Хотя предприниматель, который сдавал в аренду по документам, он соответствует той фамилии, которая была указана в официальной документации. Но он наотрез отказывается с ними, он дела не имел. И, естественно, ни о каком приюте в этом заведении речи быть не может. Приют это не просто загон, вольер, клетки, что угодно. Это довольно-таки серьезное заведение. В нем должны быть и операционные, в нем должны быть и, опять же, помещения для собак. В нем должны быть и определенный персонал. То есть, есть много требований к приютам. И статус приюта, поверьте мне, получить не так-то просто. А что-то с этими вскрывшимися фактами вы намерены делать? Мы сейчас проводим свое служебное расследование. Естественно, мы без внимания этот факт не оставим. У нас сейчас уже там есть другие вещи. Приезжал сюда подрядчик познакомиться на экстренную заявку по условиям контракта реагирования 2 часа. Приехал познакомиться, а потом выявляется с третьих источников, что они были, собак ловили, собак не поймали. То есть, это грубые нарушения муниципальных контрактов. Это недопустимо. Еще раз говорю, эта фирма заняла практически все позиции по Красноярскому краю. Практически все муниципальные контракты их. И в настоящий момент шутки закончились. Диалога с директором нормального тоже нет. По соглашению сторон не разговаривают. Соответственно, мы для того, чтобы время не терять, в настоящий момент уже разместили уведомление об отказе в одностороннем порядке, об исполнении контракта. У нас вся претензионная база уже есть. Соответственно, процедура с сегодняшнего дня уже запущена. 30 дней с момента размещения в информационной системе. Далее 10 дней на обжалование. И будем работать тесно с УФАС, а признанием поставщика, чтобы вы внесли в реестр недобросовестных.